Бытует мнение, что сейчас на Земле формируется совершенно иная раса людей. Независимые исследователи доказывают, что на планете появляется все больше людей с измененной ДНК. Иногда их называют детьми индиго, звездными детьми или просто пришельцами, поселившимися в человеческое тело. Все эти дети отличаются от обычных сверстников. Они могут обладать экстрасенсорикой, ясновидением и так далее. А некоторые из них, став взрослыми, открыто заявляют о своей принадлежности к инопланетной расе. С вами ТОП ХАЙП и в этом выпуске мы расскажем вам о нескольких таких людях. А перед этим напоминаю, что вы можете подписаться на канал, и тогда вы не пропустите новое крутое видео уже завтра. Ну а теперь погнали! Дженнифер, няня гибридных детей Эта история, возможно, является свидетельством о существовании гибрида человека-инопланетянина. Жительница Нью-Джерси по имени Дженнифер рассказала о своем похищении пришельцами и увиденных детях-гибридах. Сейчас Дженнифер за 30 лет. Она родилась и выросла в Нью-Джерси. По словам женщины, ее похищали пришельцы, которые ранее наведывались к ее матери. Помимо этого, ее бабушка видела маленьких человечков в лесу возле своего дома в 40-х годах 20 века. Дженнифер подозревала о своем похищении, но подробности пережитого она узнала лишь после того, как прошла через сеансы гипноза. Это случилось в 2009 году, когда так называемые серые забрали ее из своего дома и переместили ее в место, которое выглядело как давно закрытая военная база. Перед этим она увидела НЛО, который в ее памяти до сеанса гипноза был заменен на большой черный седан. Сама девушка была как в тумане и плохо осознавала окружающую действительность. Она помнит, что после НЛО она оказалась в лифте, где было три низких фигуры. Подробности их внешности девушка не смогла вспомнить даже при гипнозе, но она помнит длинный и долгий спуск на лифте куда-то вниз. Потом ее завели в большую комнату, где была группа из пяти или шести детей, похожих на тех, которые уфологи называют детьми-гибридами. Эти дети похожи одновременно на людей и на пришельцев. Одна из теорий гласит, что таких детей пришельцы создают, чтобы вывести гибридную расу, которая будет жить на Земле в будущем. Для этих целей они похищают множество женщин, а потом забирают их ребенка. В комнате рядом с детьми было множество различных игрушек, таких как куклы, мишки, мягкие собаки и другие. А сами дети-гибриды были худыми, со светлыми волосами. Все они были женского пола. Они сидели на стульях возле стены, и казалось, что их ничего не интересовало, даже игрушки. Пришельцы сказали Дженнифер, что ее работа убедит детей, чтобы они начали играть с игрушками. Женщина начала поощрять детей к игре с мишками и куклами, и двое из детей в ответ начали улыбаться, но остальные продолжали апатично сидеть на стульях. Так продолжалось некоторое время, и пришельцы, видимо, поняли, что попытки Дженнифер больше ни к чему не приведут. Последнее, что она помнит в этой истории, это то, как ее визнение домой-назад на том же черном седане, которым, очевидно, заменили образ НЛО в ее памяти. Свидетельство Деннис А вот еще одно свидетельство о том, что инопланетяне уже среди нас. Женщина рассказывала о странной встрече с пришельцами и сказала, что они маскировались под приличных людей. Эта довольно странная история произошла с американкой по имени Деннис Стонер, ее мамой, когда они, как обычно, пошли в супермаркет за покупками. Как призналась сама Стонер, она неоднократно видела НЛО и сталкивалась с необычными явлениями. К слову, уже более 20 лет женщина занимается изучением этого феномена и в том числе выпустила книгу о похищениях людей пришельцами. Деннис, к тому же, является дипломированным психологом и владеет техникой регрессивного гипноза. Она живет во Флориде, выступает как эксперт по инопланетянам на телевидении и возглавляет местное отделение американского уфологического сайта Мьюфон. Так вот, как рассказывает Деннис, они отправились за покупками в канун Рождества купить подарки. Это был конец дня, поэтому покупателей было совсем немного. Женщины довольно быстро выбрали подарки и направились к кассам. Они встали в конец очереди, откуда было хорошо видно двери и часть автостоянки. Вдруг стеклянные двери у входа раздвинулись, и в магазин вошли две очень высокие худые женщины. У них были длинные светлые волосы, доходящие до талии. Их кожа была очень бледной, словно вообще без капли макияжа и загара. Но глаза были крупные и пронзительно-голубого цвета. Двигались обе женщины немного необычно и слишком гладко и ровно для своего высокого роста. Все это насторожило Деннис. Поскольку женщина работает в Мьюфон, она сталкивалась с сообщениями о встречах со странными людьми, которые на самом деле являлись замаскированными инопланетянами. Поэтому она решила внимательно наблюдать за этой парочкой. Перед собой одна из женщин толкала детскую коляску, самую обычную с небольшим тентом сверху. При этом у парочки Деннис не заметила сумок для памперсов, детской бутылочки или других детских вещей. Их не было даже в карманах в коляске. В коляске была видна только совсем небольшую бледноватую голову размером с грибфрут. При этом на личике не было заметно носа и линия для рта. Однако глаза были такими огромными, что занимали большую часть головы, и глаза были совершенно черными. Сперва женщина подумала, что это ребенок с врожденным дефектом, но внутри что-то подсказывало, что это не так. Малыш заметил мой взгляд и уставился на меня. В этот момент странного ребенка заметила и моя мама. Она тихо сказала мне, что с этим ребенком что-то не так. В этот момент я повернулась к маме, чтобы ответить ей, и тут же заметила, что и стоящие впереди нас в очереди люди, и девушка-кассир двигаются очень медленно, словно время вокруг замедлилось, вспоминала Деннис. Это длилось несколько секунд, во время которых две странные женщины с их странным ребенком прошли мимо. После этого все снова продолжилось уже в нормальном времени. Не выдержав, Деннис пошла вслед за теми двумя женщинами. Они прошли в отдел одежды для младенцев, однако когда она прошла следом за ними, там уже никого не было. Когда я вернулась к кассе, я нашла свою маму в каком-то озабоченном состоянии. Она стояла и все бормотала. Что же случилось с этим ребенком, говорит Деннис. Но это еще не все. Когда они наконец рассчитались за покупки и вышли из магазина, путь Деннис преградили трое мужчин в черных костюмах. Они были неожиданно невысокого роста, а у одного из них в руках был черный портфель. Женщина замерла от неожиданности, а потом один из них сказал, вы никому ничего не скажете о том, что было в этом магазине. Деннис, нервничая и чувствуя себя в опасности, молча прошла мимо них и вышла на парковку. А когда обернулась, там уже никого не было. Теория о гибридах доктора Янг Хэ Чи Как вы могли заметить, кругом много пришельцев. Как вы могли заметить, кругом много свидетельств существования инопланетян, но пока общественности не было представлено убедительных доказательств. Хотя стоит отметить, что многие научные светила весьма серьезно относятся к проблеме инопланетян и их опытам над людьми. Некоторые из них даже выступают на научных конференциях с изложением своих теорий по этому вопросу. Например, преподаватель корейского языка доктора Янг Хэ Чи из Оксфорда заявил, что инопланетяне стремятся к гибридизации вида Homo sapiens. Именно с этой целью они похищают людей, чтобы смешать свой генетический материал с человеческим и создать новую расу, которая будет в состоянии выжить на нашей планете даже тогда, когда на Земле произойдут необратимые климатические изменения. По мнению корейского ученого, создание гибридов может помочь людям решить проблему адаптации к постоянно меняющимся условиям. Доктор Чи считает, что уже в данный момент среди людей живет много гибридов людей и инопланетян, только мы этого не замечаем. По его словам, в настоящее время вырастает уже второе поколение гибридов, и в мире появляются регулярно четыре вида инопланетян. Одни малые, другие наоборот очень высокие. Среди них находятся также существа, напоминающие рептилии и существа, которые выглядят как гипертрофированные насекомые, так называемые инсектоиды, представители разумной расы, либо внешне похожие на насекомых, либо эволюционировавшие от насекомых. Они работают все время, пытаясь противодействовать угрозам, таким как изменение климата или ядерное оружие. Ученый уверен, что создание гибридов людей и пришельцев позволит облегчить адаптацию нашего вида в связи с изменяющимися условиями на Земле. Доктор Чи написал об этом книгу, доступную пока еще только на корейском языке. Она называется «Визиты инопланетян и конец человечества». В ней он описывает свои основные убеждения о похищениях инопланетян и их намерениях создания гибридов человека. Также он выступал с докладом на тему похищения пришельцев и экологический кризис, в котором изложил свои теории о присутствии внеземных разумных инопланетян на Земле. Разумеется, доктор Янг Хэ Чи ошеломил публику своим выступлением, из которого следовало, что, возможно, человеческая цивилизация приближается к концу своего существования. Доктор Чи говорит, что есть три теории, почему инопланетяне производят человеческие гибриды. Одна из возможностей заключается в том, что ДНК человека слишком ценна, чтобы ее уничтожить. Во-вторых, целью может быть создание видов, которые будут в состоянии выжить в будущих климатических условиях. И в-третьих, гибриды имеют преимущественно высокий коэффициент интеллекта. Поэтому, возможно, речь идет о захвате ими власти в будущем. Это, конечно же, теория и мнение определенных людей, занимающихся исследованием НЛО и пришельцев, а также изучающих случаи похищения людей инопланетянами. Возможно, какая-то доля правды в этом и есть. У некоторых детей бывает довольно сложное детство, причиной которого может стать развод родителей, болезни и что-то еще. Так было и с Лизой, жительницей Канады. Только вот причиной ее трудного детства было то, что она родилась гибридом человека-инопланетянина. По крайней мере, она так утверждает. Гибриды человека-инопланетянина часто определяются, как дети похищенных землян, которые подвергались контактам с инопланетянами, а результатом является рождение инопланетного человеческого гибрида с чужеродными чертами. Причем, человеческий генотип является доминантным. Именно поэтому все так называемые гибриды, на первый взгляд, ничем существенным внешне не отличаются от обычных людей. Является ли человеческий генотип более сильным, чем инопланетный, неизвестно. Возможно, так сделано инопланетянами специально в целях сохранности эксперимента, чтобы гибриды не обнаруживали себя и не сеяли панику среди людей. Лизе с детства казалось, что она другая. По ее рассказам, в какой-то момент в ней начала просыпаться таска по дому, которого она никогда не видела. Многие из ее окружения утверждают, что ее глаза обладают чарующим пронзительным действием, и когда она смотрит на человека, возникает ощущение, что она проникает глубоко в душу. Ну а в комменты напишите, встречали ли вы когда-либо НЛО или пришельцев. Будет интересно почитать ваши комментарии. Ну а если интересно было вам, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео уже завтра. Спасибо за просмотр.